Главные спонсоры выпуска — подписчики варпмайка на Бусти. Спасибо вам! Главные спонсоры Возведение Императорского дворца. Архивная запись. Спускаясь во тьму истории, большинство исследователей предпочитают изучать яркие и обширные темы. К ним можно отнести кровавое царствование Гога Вандира, черные крестовые походы Абаддона, Великую Чистку и отдельные героические кампании, в конце концов. Настоящие смельчаки углубляются в ересь Хоруса и первоначальное покорение галактики, Просеивая основательно подчищенные записи в надежде найти то, что, может быть, пропустили цензоры. Но существуют архивы, где всегда царит почти стерильная тишина. Собранные здесь сведения малопонятны, обрывочны, да и, положа руку на сердце, Мало кто из энтузиастов способен получить к ним допуск. Кроме того, как говорили древние, ночь темна и полна ужасов, А значит, всегда есть шанс натолкнуться на нечто такое, Что принесет Искателю намного больше проблем, чем известности. И, конечно же, мы в первую очередь говорим о времени зарождения Империума, Объединительных войнах Терры. Знания о тех бурных годах в значительной мере преданы забвению, Либо же скрытые завесой тайны. Это произошло по нескольким причинам. Во-первых, в горячке непрерывных кампаний по всей планете было Не до тщательного введения документации. Память о многих событиях данного периода сгинула вместе с их свидетелями. Во-вторых, для блага будущих поколений, Некоторые поступки Императора и его слуг нужно было забыть навсегда. Однако, мы можем точно сказать, что ранние стадии покорения планеты Были наполнены повторными открытиями многих технологий древности, Потому что материально-техническое обеспечение армий, Новоявленного полководца, Стало его преимуществом над конкурентами. И все же, главная отличительная черта Императора – Его мечты о славном будущем человечества. Он желал построить космическое государство света и знаний, Которые можно будет без проблем и задержек пересечь из конца в конец. Он хотел обеспечить своему биологическому виду наилучшие условия для развития. А если ксеносы, разумные и не очень, Соберутся помешать его замыслу, Что ж, тем хуже для них. Чужаки в любом случае не встраивались в концепцию галактики, Предназначенной для людей. Давным-давно это место называлось Урарту. Тогда здесь обитали короли, как, впрочем, и везде. Технополководцы, правящие жестокими подданными. Эти властители вряд ли были достойны своих титулов. Обычная картина. То же самое касалось и диких степей Азии, Европы, Сплошь застроенной оружейными фабриками. И мегаполисов Пан-Пасифики. Все они вцепились друг другу в горло. Их гнали вперед ужасы и жажда убийства. Воспоминания об эпохе Раздора Император, Сайкер даже более могучий, чем Альфа-Плюс, Которого некогда знали под именем Ниот, Мог бы начать объединительные войны и пораньше. Но поскольку Терра была лишь первым пунктом плана, Ему прошлось проделать поистине грандиозную подготовку. И еще дождаться, пока утихнут варпштормы, Вызванные зарождением Слонеж, Последнего Бога Хаоса. Что утихли, как только Слонеж сформировалась полностью. В вопросе датировок столь ранних событий Источники крайне противоречивы. Но, скорее всего, первые успешные эксперименты По выведению сверхлюдей он предпринимал еще в 29-м тысячелетии, Возможно, и раньше. Одними из его первых и самых верных союзников Стало тайное сообщество под названием Клан Тарават. На протяжении всей древней ночи Эти люди скрывались внутри уральских гор, Где были построены их кузни. Теологитеки, хранители научных знаний И двоюродные братья марсианских механикус, Долго пребывали в изоляции, Но память о них продолжала жить. Когда они снова явили себя миру, Вожди техно-варваров наперегонки помчались к ним, Стремясь заполучить себе новые, А точнее, хорошо забытые старые технологии. Впрочем, эти мудрецы выполняли просьбы лишь одного человека, Неота, Потому что он заблаговременно приобрел их верность За несколько весьма ценных подношений. Взамен мануфакторумы Таравата с иголочки Одели и вооружили армию вторжения, Которую император тут же бросил в наступление Против всего мира. Последовательность завоевания регионов и стран Терры Тоже чрезвычайно запутанна. Известно, что одним из первых полей битв стал Нордик. Тогда новорожденный империум еще не располагал Продвинутыми металлокерамическими материалами Или болтерным оружием. Его воины носили броню из стали и кожи, А врагов убивали с помощью лаз-винтовок И огнестрельного оружия. Громовые воины, или же Легио Катаегис, Были свирепыми и грубо сделанными сверхлюдьми. Согласно первоначальному замыслу, Планировалось 20 легионов, В главе каждого из которых стоял бы примарх. Позже данным термином будут обозначать сынов императора, Его полубожественных генералов, Поставленных управлять великим крестовым походом. Но примарх Катаегис, Всего лишь командир, Который немногим отличался от собственных солдат, Разве что был более инициативен, Свиреп и сообразителен. Молодое государство быстро училось на своих ошибках И еще быстрее пускало в ход накопленные в ходе завоевания ресурсы. Умиротворение Нордики Завершилось грандиозной битвой за Мауленд Сен. Там обитал знаменитый на всю терру жрец-король. Его история крайне важна для понимания того, Что именно происходило с человечеством, Пока император не решил поднять своих сородичей Из грязи, мерзости и запустения. Когда Ниот впервые встретил данного индивида, Тот был просто скромным проповедником, Что предлагал страждущим воду, пищу и слова утешения. Он делал для паствы, что мог, во имя божества, И не слушал предупреждений, Твердя, что его покровитель добр и не допустит несправедливости. На свет души этого подвижника слетели существа из варпа, И в конце концов, Сами темные боги обратили на дерзкого смертного свои взоры. Владыки демонов шептали ему в уши, И он поверил, что их слова исходят от небожителя, Которому священник служил, сколько себя помнил. Мало-помалу он обрел силу. Его община разрослась в племя, Которая затем стала народом. Мауленд Сен, Государство под началом жреца-короля, Крепко встало на ноги, И тогда родилось чудовище, Что подмяло под себя весь регион. Проповедник просто выполнял указания небес. Он не замечал, как его светлое дело Сменилось царством страха и тирании, В которым безраздельно властвовал Варп. Худшие пороки людей ополчились на них самих, И с каждым днем страдания множились. До тех пор, пока сюда в блеске и славе Не пришел император и его солдаты. Они учли ошибки, допущенные на самых ранних этапах завоевания. И теперь войско Ниота превосходило большинство противников По обмундированию и боевому опыту. Рядом с господином шагали 30 кустодес, Несколько тысяч громовых воинов, А также 22 полка имперской армии. Они упрямо продвигались по черным, как уголь скалам, Прямо в снежные бури, Которые, несмотря на все технические ухищрения, Выводили из строя механизмы и живую плоть. Еще не добравшись до места генерального сражения, Люди императора понесли существенные потери. Но то, что ожидало их впереди, Было намного хуже. Однако встречались и страны, Слежные сильные даже для громовых войн. К примеру, Альбия, она же старая Альбия, Не дрогнула под напором львинов сверхлюдей. Он прежде всего славился телосложением, Невероятным даже для космодесантника. Анализируя это и еще несколько более значимых доказательств, Можно утверждать, что раньше Эндрид сражался в рядах Легио Катаэгис. Данный факт ставит перед нами множество вопросов, В частности, А было ли так необходимо истреблять ветеранов объединения Терры? Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok